Поправка Галины Погудаловой касательно 29-й статьи закона о статусе депутата законодательного собрания предусматривала отмену этой статьи, а стало быть отмену права парламентариев на бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующий комитет после того, как эта инициатива несколько раз уже прошла обсуждение, рекомендовал ее отклонить раз и навсегда. Депутат Погудалова обратил внимание на то, что многие из нынешних народных избранников накануне выборов обещали электорату с льготами покончить. Очень активную позицию занимали вновь пришедшие депутаты, и я была очень им благодарна, что наконец-то этот вопрос, как говорится, мы можем осуществить. Голосовать за свою поправку Погудалова предложил поименно. Вышедший на трибуну депутат Алексей Масунов не стал скрывать, что будет голосовать против. Надо точно сказать, это закон о пересаживании всех на служебные машины. Вот и все, он будет значительно дороже. И так же мы на комитете рассуждали. Но потом, когда моя фамилия прошла, что я вот против, что я хочу там ездить бесплатно, там что-то, мне начали люди говорить, мы не знали, что ты такой мелочный и жадный человек. А между прочим, я говорю, какой я жадный, если бы я был мелочный и жадный, у меня три депутатских мандата Петросовета лежат. Я бы по Петросоветовскому ездил до конца года, хочу быть врагом человечества. Но с другой стороны, я не хочу, так сказать, голосовать против самого себя. Иначе, давайте так, иначе мы начнем считать, кто сколько ездит на служебных машинах. Вот точно начнем. Я говорю, что сейчас пока не считаем, а будем считать. А особенно, когда выборы будут приближаться, точно сосчитаем, кто сколько ездит. Могу про себя сказать, ездил один раз. Ну, в смысле, два, но второй раз тут вынуждено было за дочкой в садик, чтобы кормился. В случае пойменного голосования Масунов пообещал выйти покурить. Мне кажется, это как бы такой законопроект, который, ну, больше просто, ну, как на публику, что ли, я не хочу никого обидеть. Вопрос о популизме тут же получил дополнительный комментарий. Специально для телевидения Алексея Зубова легко отменять ту льготу, которую все равно будешь пользоваться. Потому что большинство здесь сидящих уже являются ветеранами труда, еще какими-нибудь ветеранами, и дай Бог вам здоровья, имеют определенные льготы, и большинство здесь сидящих ездит на машине законодательного собрания. Когда я подводила, этот вопрос поднимался в июне месяце первый раз. Когда я подноводила анализ, то в июне месяце я была на первом месте, потому что я ездила на работу с больной ногой. На втором месте была Галина Николаевна Погудалова. Александр Лукин предложил каждому депутату решать вопрос о бесплатном проезде для себя самостоятельно. Сейчас я просто достаю рубль 50 и плачу. И как бы этого вопроса для меня уже давным-давно нет. А то, что касается Галины Николаевны, я нисколько не сомневаюсь, что она совершенно искренне вносит эту поправку. В завершении Галина Погудалова довольно бурно попросила не путать ее принципиальную позицию о том, что все депутаты могут и должны оплачивать свой проезд с популизмом. Приня после этого свернули, поименное голосование отменили, инициативу Погудаловой подавляющим большинством голосов отклонили и перешли к другим не менее важным вопросам.